Историко-культурное богатство Сибири, флору и фауну, местных охраняемых территорий и крупные энергетические производства целую неделю изучают школьники из Красноярска, Иркутска и Абакана. Ребята участвуют в эколого-промышленной экспедиции. Столь интересные каникулы подросткам организовала компания «Н плюс групп» совместно с Национальным фондом «Страна заповедная» и Саяно-Шушинским заповедником. Приурочили встречу к столетию заповедной системы России. Оставить родительский дом почти на неделю эти школьники из Иркутской области Красноярского края Хакасии не побоялись, наоборот, были готовы к новым встречам, впечатлениям и знаниям. Подростки – ученики старших классов обычных школ и одновременно так называемой школы нового поколения. Этой программе, которую реализует фонд «Вольное дело» и компания «Н плюс групп» уже больше 10 лет. Главный ее принцип – непрерывный образовательный процесс, то есть все время, пока ребенок бодрствует, он чему-то учится. Яркий этому пример – плотный образовательный режим дня на протяжении всех пяти дней, которые ребята провели в поселке Шушинское. Стали участниками эколого-промышленной экспедиции. Приурочили ее к столетию заповедной системы России. Мы стартуем годом особо охраняемых природных территорий 11 января здесь. Мы очень рады, что наши ребята открывают серию заповедных смен нашей страны, которые будут проходить в течение всего этого года на разных территориях. На время шушинских каникул домом для подростков стал музейный комплекс «Новая деревня». Уютные комнаты в сельском стиле, сельские улочки за окном – для городских детей это не совсем привычное и в то же время захватывающее. Окунуться в быт сибиряков, рубежа 19-20 веков, побывать в доме, где в ссылке жил Владимир Ленин – такая возможность выпадает далеко не каждому. Экскурсия сменяется квест-игрой, ребусы, кроссворды и загадки – все объединено одной темой – культура, экология, промышленность Сибири и в частности Красноярского окрая Хакасии. У нас проходил эко-бус, где мы узнавали о структуре заповедников, о чем они отличаются от национальных парков. Мне запомнилась солнечная электростанция, потому что я ее вообще не видела никогда. Узнали, как она вообще функционирует, увидели вот эти солнечные батареи. Заряда энергии столько, что усталости нет до самого вечера. Это время гаданий, старинных народных игр. Да, Огнешка, я люблю, того поцелую. В этом тереме из ниток плетут игрушку «Оберег». Здесь работают на гончарном круге. С первого раза под руководством мастера получаются вот такие глиняные шедевры искусства. Такое дело, очень тонко, аккуратно, потому что если ты чуть-чуть сильнее надавишь тем, чем надо, ты просто испортишь все изделие. Когда ты смачиваешь, она мягкая, приятная на ощупь. А вот когда у тебя руки сухие, она как бы цепляет за пальцы. Ну а этот день посвящен промышленной тематике. Ребята побывали в Черемушках в учебно-производственном центре «РусГидро». Интерактивный класс поражает высокореалистичной трехмерной графикой. Музей – динамичными моделями, которые отражают разного рода энергетические станции мира. Школьник может выступить в роли инженера, создать виртуальную плотину, подать свет в дома, отрегулировать мощность энергоузла. Ключевой экспонат музея – это модель Саяна-Шушенской ГЭС. А уже через полчаса ребята лично увидят ГЭС во всю ее величину. Плотина высотой 246 метров не оставила никого равнодушным. Абсолютно у каждого возникло желание хотя бы раз побывать на гребне.